Как я сказал уже ранее, на дворе 14 августа я даже не мог подумать, что настолько долго это затянется, настолько дорого это выйдет. Про дорого я говорил в предыдущем выпуске. Кто досмотрел его, не перелистывая, понимает, в какую копейку нам уже обошелся этот ремонт. И в этом выпуске, друзья мои, мы продолжим вливать деньги в ремонт и немаленькие деньги. И в этом выпуске я вам покажу, что такое контрактные запчасти, серьезных агрегатов, как их продают. И отвечу многим на вопрос, почему я вообще не решился покупать контрактную, например, коробку или сразу купить контрактный двигатель. Просто я покажу, что это такое и вы все поймете. Ну и посмотрим, как длится ремонт, какие ошибки совершены. Подискутируем с вами в комментариях, кто виноват, что произошло вот это. Сейчас чуть позже покажу. Либо как избежать таких вопросов. Пишите. Я думаю, что эти выпуски смотрят большое количество автолюбителей. Я думаю, что смотрят ребята, которые ремонтируют машины. Ну и многим, конечно, это будет полезно, потому что помимо того, что мы ремонтируем машину, на самом деле мы еще и покупаем колоссальный опыт. Это действительно мощный урок, который не просто нам достается, а еще и достается тем ребятам, которые делают машину. Ведь о таком, как произошло вот в этом выпуске, все, что я покажу, наверное, никто не мог даже ожидать. Вернемся к предыдущему выпуску. В предыдущем выпуске мы закончили на том, что мы собрали всю машину, залили все жидкости и как бы все хорошо. Ребята запустили машину. Мы такие были довольны и радостны. Это было 21 июня. Я вообще счастливый и довольный шел в сервис. Ну, посмотрите сами. Ну, как вы можете заметить, 21 июня. Я счастливый и довольный. Иду в сервис. Очень надеюсь, что сегодня все пойдет по плану и сегодня я ее заберу. Ребята, вы даже не представляете. И по приходу в сервис случилось вот это вот. Смотрите. А по приходу в сервис меня ждало небольшое расстройство. Потому что, ну как меня, вообще всех. Потому что машина вчера работала, а потом заглохла. А, ее догнали до рабочей температуры. В итоге она заглохла и все, и больше не заводится. Выкрутили все форсунки и третий цилиндр заливает. Позвонили в ту организацию, где форсунки ремонтировались, капитались. И вот сейчас ребята поехали туда, снова на диагностике. Будут проверять, что с ними не так. Очень важно, чтобы у вас пазл правильно сходился. Нужно посмотреть наши предыдущие выпуски. Между прочим, у нас по машине уже вышло три выпуска. Их, конечно, нужно обязательно посмотреть, чтобы полностью иметь представление. А мы, кстати, свои теперь новые выпуски, и не только выпуски, смотрим на нашем новом проекторе от компании Dikeman. Давайте посмотрим, что внутри. В комплекте первый переходник провод. Провод HDMI. Пульт. Провод питания. Тряпочка. И сам долгожданный проектор. У него имеется кожаная ручка, кнопка включения-выключения, входы USB, HDMI, наушники AUX. Также встроенные динамики. И специальная резьба для того, чтобы его накручивать на штатив. Я настолько удивлен, ведь это не просто проектор, который проецирует с какого-то устройства, а в нем в самом уже все встроено. Посмотрите, есть наш любимый YouTube, Netflix, Spotify, Premiere Video, Disney, Google Chrome и так далее и тому подобное. Прикиньте! Наша задача просто взять в руки пульт, который, естественно, в комплекте, поймать здесь Wi-Fi, настроить время и уже непосредственно выбирать, что нам нужно. Куча настроек, словно у тебя телевизор дома огромный. Огромный плюс еще этого проектора это то, что увеличивая расстояние от стены, куда будет, собственно, картинка выводиться, соответственно, увеличивается диагональ. Так вот, если проектора отвести на почти 5 метров, 4,7, то диагональ изображения будет 180 сантиметров. Это мощно. Конечно, огромный плюс этого проектора это то, что воспроизведение видосов Full HD и 4K. В настройках можно выбрать абсолютно любой язык, но в нашем случае выставляем русский. И теперь весь функционал проектора, пожалуйста, на русском языке. О, здесь даже есть телевидение, между прочим. Здесь есть станция Алиса. Сразу накачиваем себе различные приложения для удобства пользования. Также крутая функция у этого проектора это то, что можно воспроизводить изображение напрямую с телефона. Подключаешь телефон и картинка у тебя на большом экране. Ссылочку на данный проектор я оставлю, как всегда, в описании. Переходите и берите с собой этот проектор в путешествие. Он прям создан для путешествий. После того, как это все случилось, начали с малого. То есть, естественно, под первый вопрос попали, конечно же, форсунки. И мы их поснимали и отвезли на диагностике. Ребята сгоняли в сервис, отсутствовали там, не знаю, пару часов. Приезжают, все довольны. Сейчас будем все ставить. В итоге ставим и вот что получаем. Давай! Давай! Машину мучили, просто крутили стартером. Значит, промывали заново всю топливную систему. Снимали все трубки. Опять собирали. И все бесполезно. Потом попробовали. Давайте попробуем этот быстрый пуск. Пшикаем. А она не схватывает. И вот так вот и все. И после того, что мы попробовали этим быстрым пуском, и она не схватывает, но это даже невозможно, мы приняли двигаться дальше. Время 8 вечера. Ни-чи-го. Так и не завелась. Кучу всего перепробовали. Все проверили, компрессии и так далее. Мы сейчас приняли решение, что нужно будет этому. Как он называется-то? Снимать крышку. И смотреть уже, что там с валами. Жопа какая-то. Моторист, значит, снял клапанную крышку. И, естественно, всех зовет. Говорит, вот смотрите, что произошло. И мы смотрим и офигели. Вы сейчас тоже офигеете. Новая башка. Вот здесь вот все расхерачивалось при запуске. Блядь. Жеееееее. Толкатель в хлам. Почему я и говорю, что нужно обязательно посмотреть те выпуски. Вот кто пропустил, напоминаю, что я купил новую башку. Сделанную в Китае. Так посчитали, что можно. Но в итоге вот что получилось. Но здесь история не заканчивается. Смотрите дальше. Почему это произошло? Вы сейчас офигеете еще больше. Ну, сами все видели. Разбила все эти штуки. Вообще просто все пообломала, поурвала. В итоге вот попадаю на вот эти выталкиватели и гидрокомпенсаторы. Итого еще к чеку плюс 30 тысяч. Просто офигеть. И это на минуточку не оригинальные. А 1800 стоят оригинальные гидрики. Штучка. Их надо 16. И вот эти выталкиватели 5,550 стоят оригинальные. Представляете? Иду снова в сервис. 22 июня. Небольшое дополнение ко вчерашним рассказам. Есть старые гидрики, есть старые вот эти выталкиватели. Но моторист их посмотрел и говорит, что лучше поставить новый, потому что у тех уже все равно ресурс. И насколько долго они проходят, уже неизвестно. Поэтому вот заказали, сейчас будем ставить. Нам осталось вчера поменять только фильтр, стойки стабилизатора. И все, и выгонять машину. В итоге вот мы попали на вот эту штуку. Вот. Блин, я не знаю, как будет видно, не видно. Вот они раскрылись. Вот они. Видите, как раскрыто. А должно быть вот такие закрытые. Вот они. Вот видите? Вот. На выпуске. Вот хотели старые поставить, а тут выработка уже. Поэтому заказали новые. Вот они, новые гидрики приехали. Вот такие вот. Все в масле, все красиво, аккуратно. Красота. А вот старые какие-то хорошие. Вот люфта нету. А на каких-то... Вот, например, люфт есть. Поэтому старые ставить не стоит. Ну, что тут скажешь, да? Вы все видели, я вам все показал. Моторист Альберт уже начал все это дело разбирать. Разберем, отправим на диагностику обязательно распредвалы. Но я очень надеюсь, очень надеюсь, что с ними все хорошо. Хотя... Все может быть. Надо сейчас избавиться от всех причин, чтобы ничего такого подобного не было. А после того, как моторист снял так называемую постель, мы все были в ужасе. Я вспоминаю свои эмоции. Я просто офигел. Это вообще такой пи***ц. Я по-другому даже сказать не могу. Это дефект башки. Дефект башки. Но моторист должен, я считаю, увидеть этот дефект при установке и не ставить ничего. В итоге я из сервиса ушел. Я говорю, все. Не приду больше сюда, пока вы мне ее не сделаете. Я не знаю. У меня вообще нет ни сил больше, ни денег, ни эмоций, ничего. Перед вами фотография. Найдите, как говорится, одно отличие. Попробуйте найти и пишите в комментариях. Я в шоке. И вот в таком же шоке я просто оттуда ушел. Кто не понял, что сейчас происходит, на вот этой картинке, это родная моя постель. Видите канал масляный? А это новая постель. И там нету этого масляного канала. Из-за этого распредвал не мог никак крутиться и просто все клинануло и все там поразбивало. Конечно, здесь очень хочется от вас получить обратную связь. Как вы считаете, кто виноват в том, что это случилось? Мое мнение следующее. Что первое, конечно, это же заводской брак. Это видно на лицо. Здесь даже не нужно делать никакие нафиг экспертизы, чтобы увидеть, что нет масляного канала. Я думаю, что вы согласны. Ну, а второе, я считаю, искренне считаю, что моторист при сборке мотора, он должен был увидеть, что нет масляного канала. И да, если бы мы просто взяли эту новую голову и ее поставили, здесь уже вопросов нет к мотористу. Но он ее разбирал, промазывал, значит, специальной штуковиной, герметиком каким-то там для высоких температур. И это видно вот на кадрах, что есть синий герметик. Он снимал эту постель и просто не увидел. Ну, наверное, это человеческий фактор. И, конечно же, если бы мы бы сразу увидели вот этот дефект, можно было бы сразу обращаться, менять башку, нам бы дали новую, мы бы собирали. И мы бы сэкономили, во-первых, кучу денег, сейчас узнаете почему, а второе, кучу времени. 25 число. Я не знаю, мне кажется, вы даже не представляете, насколько шалят мои нервишки. Мне кажется, я уже с ума схожу. Короче, решаем уже какой второй или третий день с магазином, да, чтобы заменили, либо вернули деньги за голову. Но смысл в том, что пока я не знаю, как решится эта ситуация, смысл в том, что я очень опасаюсь уже теперь ставить такую запчасть. Я со многими поговорил и тоже понимаю, что мы мотаем большие пробеги. Мы на максимальных температурах ездим. Ну, в том плане, что температура двигателя – это перевалы, серпантины, максимальная нагрузка. И если даже нам сейчас поменяют башку, мы можем ее отвезти, вот где ту проверяли, все полностью проверить. Но единственный момент, который мы не сможем проверить – это температуру, как поведет себя эта запчасть, то есть полная ГБЦ при высокой температуре. За это есть безумный страх. В итоге сегодня уже лазили, смотрели в Европе голову, нашли в Беларуси одну башку. Цена, конечно, совершенно другая – 130 тысяч. Контрактная. Да, ее там надо обслужить будет, ну, типа маслосъемные колпачки поменять. Вот, так она опрессована, отшлифована, типа ставь и это… Ставь и все нормально. Ну, посмотрим. Сейчас вот еду в сервис, мы решили за круглым стол сесть и уже непосредственно подумать всем дружно, как нам поступить. Приехал в сервис, мы, конечно, все пообщались и, на самом деле, насколько затянется вопрос с обменом головы, был непонятен. И я просто принял решение, что, ну, действительно нужно брать голову. Ситуация с головами была следующая. Была единственная голова, которая пустотелая, то есть, ну, просто сам корпус, да, ГБЦ. И единственная голова была в Беларуси. Вот склонялись к ней. По цене сейчас расскажу тоже. Ребята из Беларуси, конечно, это все сделали безумно оперативно там. Я им написал, заказал, и они тут же мне ее отправили. Ну, вот и смотрите, время 9 вечера. Я еду встречать новую ГБЦ. Блин, вообще. Ну, как новую? Она бэушная, она контрактная. Она европейская, снята с европейской машины. Ну, посмотрим, что в этот раз купим. Стоит она гораздо, в два раза дороже, чем новая вот эта вот китайская. 130 тысяч рублей. Блин, офигеть можно. Вообще, с башками в России напряженка. Именно на нашу машину, именно на этот двигатель напряженка. То есть, на битурбо 180 лошадей. Вообще нету. Вот продают только вот эти китайские. Их и то осталось 5 штук. И вот это вот единственное осталось в Беларуси. Быстро суетнулись. Вчера созвонились. Сегодня утром отгрузили. И сейчас вот водитель уже подъезжает к МКАДу. Ну, там ему часа полтора осталось ехать. Мы с ним на западе пересечемся. Будем забирать. Короче, вот такие вот дела. Итого, что мы имеем, по сути, две головы. Как, знаете, говорят, одна голова хорошо, две лучше. Но не в этом случае, кстати. Какое у нас сегодня красивое небо после дождичка. Вон радугу даже поймал. Класс. Ехать там, кстати, тоже туда примерно часочек. Ну, плюс-минус. Наверное, вы спросите, Славян, а что с той головой будешь делать? Здесь следующий момент. Ну, во-первых, мы согласовали обмен. Но такое качество я очень боюсь ставить. Потому что у нас машины ездят по горам, по перевалам, на высокогорье. И я теперь, учитывая, что мы уже увидели это качество, я не представляю, как она может себя вообще повести. Это китайская голова, там, на высоких температурах. Поэтому мы долго думали. И я думаю, что лучше взять действительно оригинальную. Пусть она с пробегом, но она точно будет ходить, ходить и ходить. Я буду в ней точно уверен. А в этой как-то не уверен. Ну, короче, ту, пока мы решали, можно ли ее обменять. Я принял решение, что нужно просто быстро голову новую брать. Эти согласовали обмен. Но, не знаю, возможно, мы с них возьмем денег. Посмотрим чуть позже. Камера перейдет, как будто сейчас светло. На самом деле уже темновато. Добрались. Сейчас ждем, когда приедет машина. О, машина приехала. Все, пойдем сейчас быстренько забирать. Мы здесь не одни. Вот уж на Форде что-то у них забирают там. Пап, пап. Хорошо упаковали. Молодцы. Беспокоился, что с каналом, не с каналом. Вот с каналом. Да, ну это не новое. Ну да ладно. Славик пошел забирать запчасти. Ну и снимем. Вроде да. Вроде должно быть нормально. Доехал до сервиса. Мы здесь распаковали эту башку. Посмотрели. Ну что-то в состоянии. Даже с этой вот трубкой она уже. Посмотрели, что все мы на эту голову. Вроде она действительно в достойном состоянии. Но все равно я еду сейчас в компанию, которая проверяет опрессовку делает, шлифовку и так далее. Посмотрим, что они скажут. Очень надеюсь, что действительно все нормально. Ну вот даже так с первого взгляда кажется, что действительно пробег у башки очень маленький. Отдали мне обратно постель. С ней все норм. И вот эти вот всякие гидрики, толкатели и вот этот шкив. Сделал предоплату трешку. Но остальное по факту. Я не знаю, мне кажется, у меня столько уже седых волос, ребята, прибавилось. Просто, просто капец. Ну вот серьезно. Во-первых, понятное дело, что траты большие. Еще вот это вот ожидание. Сейчас нужно ждать того момента, когда они ее, получается, опрессуют и проверят на микротрещины. Это самое главное. Самое. Если есть трещины, как у меня было в моей родной башке, то все, под замену. Ничего сделать невозможно больше будет. Если все-таки там все нормально, то дальше начинаем полный ремонт. Я сказал, что проверяем все седла, клапана, гидрики, естественно, меняем. Ну и все остальное, кроме трещин, можно все исправить. Надеюсь, все исправится. Очень надеюсь. Сейчас до вечера надо жить в каком-то лютом переживании. В общем, первое, что пришло, конечно же, это диагностику. Диагностику сделали достаточно быстро. И вот про что я вам говорил изначально в начале выпуска про контрактную запчасть. И вот понимаете, если я бы купил контрактный двигатель, мне бы по-любому его пришлось разобрать весь и заново собрать. Поэтому смысл контрактного двигателя я вообще не вижу. Вот голова – это доказательство. Вот она, контрактная голова. 130 тысяч стоит контрактная голова. Мы ее вскрываем. Да, микротрещин нету. Она отшлифована. Ну а дальше состояние внутренности, посмотрите. Это клапана. И каждый клапан с такой вот какой-то засечкой, с какой-то резкой. Посмотрите, что происходило с клапаном внутри направляющего. Вы понимаете, оно ходит ходуном. И видимо, чтобы не так сильно ходило, на каждом клапане сделали вот такую вот резку. Это просто жесть. Резка сделана в месте, где стоит маслосъемный колпачок. Вот это все можно поставить на машину, но как долго это проработает, я не знаю. Я хочу сделать на совесть и на качество, чтобы мы, не дай бог, нигде там в горах не встали. И такие, ааа, что это такое? И здесь как раз очень важно следующий комментарий, когда нам чувак пристал коротко о капиталках. Да, конечно, я посмотрел там один видос, он скинул, когда человек делает капиталку, ему говорят, давай вкладыши старые оставим, раз этот коленвал шлифовать не нужно, это менять не надо. У меня по-другому. Мы-то меняем абсолютно все, ставим все новое и отчасти очень хорошие запчасти. То есть это не оригинал, но близки к оригиналу. И по вот этому выпуску, по тому выпуску понятно, что я вообще не собирался экономить на ремонте машин, мне важно, чтобы она сделалась и ехала хорошо, и везла нас туда, куда нам надо. И вот она, контрактная голова. Чтобы вы понимали, я вложил еще большую сумму денег в эту голову, хотя она стоила 130. В ожидании ремонта вот этой контрактной ГБЦ мы перекатились в июле. И тот день, когда написали, значит, мне, что ГБЦ готова, я поехал ее забирать. Третье июля. Третье июля уже. Ха, почти два месяца тачка в сервисе. Сейчас еду в сервис, забираю башку, которую размолотила. И везу ее на обмен. К сожалению, согласовали только обмен. Просили деньги, что-то они ни в какую. И сейчас поеду конкретно еще и пообщаюсь с ними, почему они не хотят вернуть деньги. Ну, да ладно. Если так, то так. Потом где-нибудь на Авито ее продадим. Либо вот кому нужна голова, пишите. Вам ее отправлю куда-нибудь. В Москве очень классно построили через всю Москву вот такие хорды, платные дороги. Но для местных жителей, для Москвы и Московской области, они совершенно бесплатны. Это не может не радовать. Действительно, очень удобно. Прямо без пробок можно проскочить вообще абсолютно через всю Москву. А вот те, кто идут транзитом, ну, то есть номера других регионов, надо, конечно, платить. Правда, я даже не знаю, сколько стоит эта история. И хочу сказать, что вот это совершенно другая голова. Ну, вот кто помнит, в каком состоянии болота, в плане упаковки, и как выглядит вот это, да. Вот она полностью в упаковке. Мы разобрали сейчас ее, сняли постель, посмотрели все каналы, все красиво, все аккуратно. Самое, что важно, здесь в комплекте, вот, пожалуйста, идут вот эти вот штучки, трубка, которой там не было. Шпильки, которые мы отдельно покупали. Вот это вот, правда, я не знаю, что такое. В общем, друзья мои, вот эта голова теперь будет лежать у меня. Вернуть деньги они не хотят. Ну, точнее, можно через, опять-таки, через Китай. Это очень долго. Короче, кому нужно, пишите. Отправлю в любой регион. Блин, чем больше погружаешься в ремонт, тем понимаешь, насколько все плохо в плане оказания услуг. Вот, прикиньте, позвонили, сказали. Все, утром забирайте, переезжаю, оплачиваю мне, дают все бумаги. В итоге, ходит минут 30, наверное, искал башку. Отдал мне распредвалы, ищет дальше. В итоге потом приходит, говорит, клапана еще не пришли. То есть, я уже все оплатил, как будто все есть, а клапана по факту не пришли. Как это вообще? Как так работает? Я реально не могу въехать. Сказали только вечером. Блин, реально, не поверите. Прошел буквально час, приходит смс-ка от Олеси. Голова готова. Вот они стопудово просто ее найти не могли. Надеюсь, хоть там моя голова будет, а не чужая. Вот она, красавица. Ага. Все. Супер, 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 супер. Пятое, пятое июля, друзья мои. Топую в сервис. Вчера с башкой ничего не получилось, потому что то вечером, то в итоге в обед отдали. И никак я уже не мог. Спасибо. Короче, моторист не смог уже прийти. Сегодня с утра, вот сейчас иду в сервис. Начинаем собирать. Посмотрим, сколько это все займет во времени. Ну, по сути, у нас там все готово. Надо только башку поставить, клапанную крышку, форсунки, и можно заводить. Пока я иду в Подольск, увидел отличные новости. Начали строить, достраивать заморозку церкви в нашем районе. Лет, наверное, 10 простояла вот эта история. Но вот смотрю, кирпичи завезли, трактор работает. Это не можешь не радовать. Время 10. Моторист не пришел. В другом сервисе. Что ты там делаешь? Вчера договаривались. Как так вообще-то? Вы, наверное, не поверите, но сегодня 8 июля. Ровно 2 месяца машина там. Помните начало выпуска, да? 8 мая было. Я ее загонял. Просто жесть. Но сегодня сообщили, что вроде моторист должен собирать. Сейчас поеду туда быстренько скатаюсь. Посмотрю, как идет процесс. Сегодня день бешеный. Вообще нет времени даже там находиться. А вообще, если честно, устал я там находиться уже. Ну, короче, особо изменений нет. Какая-то леха-муха печаль. Вроде она говорит, что он голову собирает в другом месте. Ну, во втором сервисе. Приехал, все забрал. Завтра, типа, в 6 будет машина готова. Я говорю, что-то мне слабо верится. Это я уже слышу второй месяц. Что вот-вот она будет готова. Ладно, посмотрим. Офигеть. 2 месяца, 2 дня. Сегодня 10 июля. Иду в сервис. Мне пришло вот это сообщение. Сейчас, да. Сейчас соберет, выгоним. Приходите уже. Как я рад, как я рад. Вы себе даже не представляете, ребята. Это наконец-то. Наконец-то. Надеюсь, все будет нормально. Напоминаю, 20 июня у нас было примерно то же самое, когда машину завели, а в итоге она там померла. Но сейчас абсолютно уже другая история. Должно все работать четко. Я возле сервиса. Все финальные моменты. Все стоит. Абсолютно все. Осталось только поставить колеса. И все. И мы сейчас будем заводиться и уезжать. А, надо защиту еще поставить. Красота. Ой, как я рад. Ребяточки. Ну, первый запуск. Все четко. Единственное, что пока дымит, но это вроде как эта солярка та, что была. Здесь учетка. О, давай, детка. Работает, работает, работает. Запущено. Крутит. Коробка на приборке. Моргает передача. И ключик. В итоге проверили. Масла мало. Сейчас еще надо доливать. Почему-то решили, что там 5 литров, когда изначально я точно знал, что 7. Я об этом читал. Ладно, сейчас долем попробуем. Плюс ее однозначно нужно прошивать с движком через комп. Ну, посмотрим. Пока вроде все норм. Хожу, хочу радоваться, но пока не могу. Вай-вай. Так, газуем. Но, походу, не поехала. Ух. Это первая газулька на ней. Волнительно. Ох, сколько дыма. Но это дым из-за того, что мы ее целый день тогда мучили, пытались завестить много солярки в глушителе. Кстати, сейчас прошивают каждую форсунку. И после того, как прошилась каждая форсунка, вот этот дым, который видели, да, чуть ранее, он полностью исчез. То есть, как бы я такой, фу, окей. Ну, осталось только разобраться с коробкой и все. И наконец-то. А еще, пока я там ходил туда-сюда, бродил возле машины, пока там ребята разбирались, я увидел, что поставили новый компрессор кондиционера. Новый компрессор кондиционера. Оказалось, что мой куда-то пропал. Поэтому вот поставили мне новый. Но это не за мои деньги ни в коем случае. Это за их счет. Я к этому отношения не имею. Ну, серьезно, это самое стрессовое видео, которое я когда-либо записывал на наш канал. У меня, блядь, столько эмоций, столько переживаний, столько денег, столько расстройств, разочарований, столько радости, которые потом сразу идут разочарования. В общем, сегодня такой же день, видишь, позвонили, сказали, что все-все готово, приезжайте. И действительно, это так, завели, все поработало. Прошили форсунки, устранили этот, то, что там дымило. Ах, блядь, коробка никак. Вот ни в какую, все, коробка не адаптируется, пишет какую-то ошибку, ну, вот эту вот. И все, позвонили туда, вот куда отвозили коробку и делали. Они говорят, проверяйте фишку, проверили фишку, отрезали ее, погрешили, что там один провод такой странный. Нарастили провода, все заново запаяли, перепаяли. То же самое. Ну, а завтра с утра опять будут решать. Я уже, если честно, правда, под конец выпуска мне уже так все равно. Ну, в том плане, что такой иммунитет выработался. Но я понимаю, что я ничего же не могу на это повлиять совершенно. Если на какие-то процессы я могу повлиять, то здесь уже все. Ладно, ждем завтра. 10 июля вечером этого же дня Олеся списалась с компанией, которая непосредственно чинила коробку, на что получила вот этот вот ответ. И было принято решение проверить непосредственно фишку. Парнишка, который работает там в сервисе у Олеси, понимает в электрике. И он решил разобрать весь этот жгут и переделать полностью вот проводку. Окей, на это ушло один день. Опять подключили и опять ничего. И 11 июля уже, собственно, приняли решение, что нужно снимать и вести мехатроник. И на что я получил ответ, что 12 утром приезжайте, забирайте пораньше. Окей, я приехал. Лютый, лютый пи***ц вообще. Я по-другому сказать не могу. Вчера должны были снять мехатроник. Сегодня вот это вот мне приходит. Я прихожу в сервис. Время 9 утра. Вово. Ничего не готово. Ничего не снято. Пытается прошить опять коробку. Я просто в шоке. Как же я устал уже. Так. Вот он. Все, сейчас его повезу. Взял мехатроник. Еду в Москву. Вот в ту контору, где мы коробку эту забирали. Теперь везу им, чтобы они смотрели мехатроник по гарантии, да? Напомню, мехатроник ремонтировался. Я снова в шоке. В принципе, как всегда. Привез. Отдал. В итоге сказали, что сегодня посмотрят. В итоге сегодня не посмотрят. Говорит, оставляй. Это одним днем типа не решается. У меня, если честно, я вообще всех ненавижу. Уже. Жесть. Чтобы вы понимали, вот въезжаю уже в Подольск. И мне приходит вот этот вот смс-кам. И вот думаю, реально какие-то приколы. Приколы продолжаются. В общем, приехал, пообедал. И звонят. Можно ехать забирать. Класс. Стоял в пробке, а здесь просто вот так вот фура. Тонар перекрыл. Все нафиг движение. Так вот они врезались. Жесть, конечно, вообще. Сгонял я. Забрал. Привез. Там его оперативно поставили. Смотрите, что я рассказываю вам. Пробуем. Включили заднюю. Колеса крутятся. Блин, дай бог сейчас все получится, а. Ты мне хорошая. Сейчас доливать будем масло. Класс. Так, чек. Вот вы, правда, даже не представляете, в каком стрессе я нахожусь. Вот все нормально. Уже все, колеса крутятся вперед-назад. Вот так здесь все обрадовались. Давай выставлять масло по уровню. В итоге хоп опять заморгал этот гаечный ключ. И все. Решили до утра. Завтра утром будем снова смотреть, что это может быть. Потому что клапан этой ошибки нам сегодня поменяли. И она работала. Наверное, чуть-чуть подробнее надо рассказать, что в итоге с коробкой. Заводится. Все нормально. Едет и вперед, и назад. Как только машина прогревается, падает. Мы выставляем масло. Падает в аварию. И загорается вот этот код ошибки. И что с ним делать, вообще непонятно. И она не дает адаптировать вообще коробку никак. В общем, друзья мои, дожили мы до 13 июля. И вот с 13 июля началась просто какая-то безумная история. Первая смска звучит так. Я буду на второй скорости включать, чтобы вы побыстрее это слушали. Короче, Вячеслав, я не знаю, как поступить в этой ситуации сейчас. Говорю честно и откровенно. Надо разбирать полностью моду. Вот мне сейчас Илья сидит, говорит. Вытаскивать полностью посуду, потому что где-то нет массы, где-то нет плюса, где-то не подходит. И в общем-то это не на один час. Как правильно поступить? Разобрать им сейчас всю машину и в любом случае ничего не закончить. Но опять же, повторюсь, что Илья электр 50 на 50. И он это будет делать дольше. Электрика пока у меня нет. Я, во-первых, это... Ну не то, чтобы нет, он вот есть Илья, он готов разобраться. Но ему надо собрать еще одну машину. Завтра выходной. И как бы рассудите правильно. Мне надо я одну машину отдать, и вам надо отдать машину. Но он механиком, не электрик. Мы готов пойти на встречу помочь нам. Но ему нужно будет как минимум день-два на это дело убить. Потому что нужно будет новые провода полностью посуду скрывать. И смотрите, какие провода обланы. И тут, конечно, я как бы Олесик говорю, но это очень странно, потому что машина ездила несколько лет, с ней все было хорошо. Те, кто за нами давно наблюдают, знают. Я все ремонты просвечиваю, ТО-шки все просвечиваю, где и так далее. То есть, ну для меня это просто ценно. Никогда никаких вопросов с электрикой не было. Единственный вопрос это то, что габарит левый перестал гореть. Неизвестно. И, конечно, я возмущался по этому поводу. В общем, ребята из сервиса продолжили давить на то, что это все-таки с проводкой история. Это проводка, надо вот прям обязательно. Изначально, когда я загнал машину, были ошибки по сцеплению, износ сцепления и залипание клапана. Это то, что у меня чикс, например, драйв включаешь, но на ней. В общем, с этим должны были справиться еще в ремонте коробки. Но, как мы видим, ничего не справились. И сервис начал грешить на это. Что все-таки что-то там с проводкой было, что послужило вот таким вот износом в коробке, вот таким вот этим клапаном, ну и так далее. Затянулось все это на очень долгие дни. Все-таки ребята начали смотреть, проверять проводку. Что-то там устраняли. Потом появились сообщения, что коробка на связи, но мозги не видят передачи какая. Ну и, короче, все, какая-то история по кругу мутилась, крутилась, крутилась. В итоге даже появились новые ошибки. В итоге потом уже 19 июля Олеся мне присылает фотографию, что машина типа сама выехала из сервиса, то есть вперед-назад едет. Ну а потом нас ждало снова разочарование. Она прогрелась и опять перестала видеть коробку. После этого, конечно, начала возмущаться, что отдал 200 тысяч за ремонт коробки и все никак она не едет. Кто в этом виноват, непонятно. До ремонта машина ехала, все переключалось. Да, были какие-то вопросы, но она ехала своим ходом, лазила по горам, все было нормально. В общем, с ребятами, которые делали коробку, они, собственно, сказали, везите нам снова мехатроник. И 22 июля мы снова сняли мехатроник и снова я повез туда. Да, это снова мехатроник. Сейчас расскажу продолжение. Да, уж этот ремонт, конечно, жестко прокачал мою нервную систему вообще. Сначала расшатал, потом прокачал. Даже не знаю, как правильно. 22 июля, друзья мои, на часах, на календаре точнее, снова сняли мехатроник. Все эти дни делали проводку. Решили обойтись малым. А вдруг все-таки не плата мехатроника, потому что платы мехатроника дорогущие. И в итоге восстановили заново проводку коробки. Еще там что-то, короче, делали-делали. В общем, несколько дней электрика кое-как нашли. Я еще кинул клич в наших социальных сетях. Люди, кто советами, кто делом, кто-то давал контакты электриков. В общем, нашли электрика. Здесь есть вагарский сервис у нас в Подольске. Но я изначально к ним хотел загонять машину, но они не согласились ее брать, когда поняли, что пахнет капиталкой движка. Они уже такие, нет, у нас, короче, нет места туда-сюда. Я говорю, ну, понятно. В итоге вот этот электрик приезжал сюда каждый день, там сколько-то там дней, не знаю. Восстанавливал, восстанавливал. В итоге она на холодную едет. Ошибок никаких нет. Как только нагревается, все. Сразу же, короче, говорит до свидания и не едет назад. В итоге все, сняли уже этот опять мехатроник. И еду я туда, где делали мне коробку. Будут смотреть плату. Если попробуют ее восстановить, это мне повезло. Если не смогут восстановить, то мне не повезло. Посмотрим, сколько будет стоить. Но там что-то в районе 80 тысяч будет, если плату ставить. Другую. Короче, просто ужас, ребята. Просто ужас. Сколько у нас уже моментов было? Да, 4, по-моему, или 5 даже уже, когда я шел в сервис и такой типа «Ее, я иду забирать машину!» И вот бац, и все никак. Потом опять «Я иду в машину!» Бац, и никак. «Я иду забирать!» Бац, и никак. И вот до сих пор, представляете, вообще… Я вот, может быть, что-то не понимаю, но мне кажется, если ты так занимаешься каким-то делом, то лучше вообще не заниматься. Вот я приехал в сервис, мне в сервисе говорят «Езжай, он тебя ждет, и он сегодня посмотрит». Я приехал, отдаю мехатроник, там сотрудницы говорят «Его нет, у него сегодня вообще выходной». Выходит другой чувак, я говорю «А сегодня что, его не будет смотреть?» Он говорит «Нет, не будут, сегодня некому, только завтра». Как вообще? Вот я серьезно, я говорю, я вот три месяца мучаюсь с машиной, я просто в шоке от вот услуг, которые предоставляют. И ладно, можно было бы сказать, это вот сервис, который ты завез, так я уже сотрудничаю с несколькими сервисами, и везде одно и то же. Я вообще в шоке. Вот напрямую с телефона «Здравствуйте, понял, вот он пишет». Олеся тоже в шоке, нифига себе. Он еще на выходных сказал «Привозите в субботу и воскресенье, что без пробок, в понедельник». Посмотрим. Понедельник. Вот понедельник. Понедельник. Ничего не смотрим. Да, друзья мои, вот такие вот дела. Машина, они завелась. По-прежнему в сервисе, по-прежнему все разбудят руками. Но самое, что интересное, это будет вот в следующем выпуске, когда мы узнаем, что произошло с коробкой. Это будет просто жесть. Это будет даже хуже, чем история с головой. Ну, в своем таком контексте. Офигеть. Офигеть. Вот такой вот ремонт, друзья мои, вот так вот мы влипли. И шел четвертый месяц. До следующего выпуска. Продолжение следует...